привет друзья привет школа человек будущего homo futurus но скоро мы уже делаем вебинар уже объявление поставили на фейсбуке вконтакте в одноклассники в сапе и в инстаграме но наташа мне помогает из белоруссии привет белоруссия вот наташа у меня сейчас в айпаде наташа ты закончила книгу молодец молодец но скоро вы уже увидите наташа вот видишь видишь как теперь у меня последний жених художник художник говорю господи ты мой рисовал рисовал дорисовался старость не радость но ведь еще на молодой да и вот теперь же он поменялся а ведь там он какой будет там в объявлении которые мы поставили он был изначальный такой ну такой прекрасный молодой а теперь наташа мне говорит теперь вот он поменялся пока ждал невесту весь изменился бородой оброс борода в роза мы сделаем серию галереи одной картины потому что все фотокопии есть будет такая галерея но поменялся бородой оброс но такой как был такой он и остался как как это наташа в песне поется таким ты был таким ты остался а потом что там в песне поет орел степной казак лихой да вы правильно красавец да но я очень долго думал как вот здесь вот сделать его так вот сделал видите так хорошо чтобы прямо но просто прекрасно по цвету по всему хорошо но только руку вот здесь немножко надо немножко там вот ладошку подправить чтобы как здесь было как здесь было и все будет замечательно все будет замечательно но так работаешь работаешь чтобы вас друзья порадовать до многослойная густая живопись хороший акрил на хорошем холсте я когда учил кого-то рисовать я всегда говорил берите холст хороший краску всегда берите хорошую до чтобы навечно было навечно было это сильно мотивирует писать хорошо ну ко мне был пришел как-то в гости один художник а я при нем значит краску выдавил сразу и на холст могут слушать такая дорогая краска у тебя это еще маслом когда писал давно давно много лет назад вот такая краска от ее вот так расходу я говорю слушай но я не жалею краски потому что я хочу чтобы картина была навечно потому что когда рисуешь знаешь что ты потом скомкаешь вот это все и выбросишь мусульное ведро не мотивирует но вот поэтому я сразу начал рисовать маслом ну гуашу рисовал темперой но такими красками которые действительно остаются надолго а тот когда рисует детей учить рисовать например акварелью акварель тяжелая краска там одну ошибку сделаешь и не исправишь масло конечно сколько ошибок исправишь и тем богаче живописи как я говорил как жизнь метод проб и ошибок как ключи принцип отбора путем перебора и ты приходишь именно к себе к своему состоянию да ну вот спать только не дают постоянно прерываются звонки я же просил звоните после 19 часов и вот именно во сне потому что все время он перебивается звонками их ты флюктуируешь дрейфуешь между сном и бодрствованием и в этот момент сон прерывается это опять выскачиваешь выскакиваешь в бодрости и там оказывается там оказывается это моя вас потом научу это включить 3 это в ключе 3 как использовать сон и сновидение для того чтобы делать открытия по заказу но это же интересно да когда открытие делается по заказу вот и засыпаешь с этим намерением что завтра ты сделаешь открытие как использовать вот этот дрейф между сном и бодрствованием и вот там так интересно потому что рациональное то есть вот этот критический ум и там когда ты во сне это много иррационального когда соединяются несоединимые вот таком непрерывном полнообразном ритме сон бодрствования сон бодрствования сон бодрствования как это использовать для того чтобы делать открытие это будет очень интересно но это будет следующий 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 мы еще до этого дойдем а вот сейчас будет вебинар зеркало до персоны как удачно выйти замуж и чтобы семья была согласованная чтобы была гармония и в тебе и в мире да сегодня это очень важно сегодня это очень важно сейчас я вам хочу сказать маленькую такую полезную вещь полезную вещь если вы досыпаете когда вы погружаетесь сон там у вас проходит в этих сновидениях а те которые вы не помните значит очень глубоко спали но там как раз происходит изменение биоритмов мозга и в этой смене происходит парадигма вашего внимания из разных точек зрения в очень быстром темпе на очень высоких скоростях именно в сновидении когда веки ваши дрожат в этом сне вы видите сон да и вы можете потом просто взять вот так вот сесть и вспоминать ваш последний хороший сон вот вы возьмете вот так вот начать и вспоминать последний хороший сон когда вы увидели и когда вы его пытаетесь помнить когда вы его пытаетесь помнить вы снова туда погружаетесь в это состояние между сном и бодрствованием между бодрствованием и сном и вот так сегодня делал и вдруг вспомнил великого бехтерева я вам сейчас скажу как у меня получилось изобретение ключа дело в том что бехтерев великий бехтерев ну дедушка в нашей бехтеревой наталья петровна с которой я потом работал тоже с академиком бехтерев бехтерев оказывается брал гипноз погружал алкоголик чтобы их лечить и в гипнозе и внушал что они потом никогда больше пить не будут что водка вызывает рвоту тошноту головную боль неприятные отношения ощущения отношения неприятные к этому алкоголю и так далее но самое главное что он делал и в чем была его ошибка вернее не ошибка недоусовершенствование что я потом усовершенствовал он потом после этой процедуры давал алкоголику совет если у тебя возникнет рецидив то ты сядь вот так как ты сидел при мне вспомни это вспомни это как это было и ты опять погрузишься в это же самое состояние у тебя воспроизведется тот же самый мой лечебный эффект как будто я стоял с тобой рядом вот же в чем она дело то есть он по существу после гипноза после процедуры давал такой совет и мне кажется это был маленький недочет который я потом исправил уже через много лет вот это внушение я делаю ему в самом гипнозе то есть я брал алкоголиков когда я работал психиатрической больнице там один год наркологии в интернатуре когда проходил мединституте я лечил алкоголиков тоже гипнозом но гипнозе я делал сама внушение внушение для само внушение не потом ему давал совет вспомнить а в самом гипнозе я закладывал ему уже предвестник этого ключа который я потом разработал то есть я ему гипнозе делал пост гипнотическое внушение я ему говорил если у тебя возникнет какое-то желание какое-то напряжение ты захочется выпить ты вот так сядешь сочетаешь в уме до пяти и сразу войдешь в это состояние я это внушение делал прямо в гипнозе в отличие от бехтерева еще раз повторю бехтерев давал этот совет потом после процедуры когда уже вывел вывел человека из гипноза а я давал самом гипнозе тем самым упрощал человеку погружение в это состояние до и внушал ему а потом я уже на научился ключ это я говорил уже без алкоголиков просто всем говорил гипнозе первая серия ключа была какая первое поколение первый этап когда я разрабатывал я просто погружал человеком гипноз гипнозе внушал что теперь если ты глядя в точку сочетаешь до пяти у тебя возникнет вот это же состояние и я ему дал то что не давал бехтерев я ему говорил в этом гипнозе и ты сможешь получив это состояние решить любой вопрос который тебя волнует для этого ты изначально перед тем как сосчитать до пяти сформулируй себе цель задачу установочную команду себе что ты хочешь чтоб там произошло и человек потом после этого мог перед тем как посочетать до пяти погрузиться в гипноз формулировал установочную задачу виде образного представления ожидаемых реакций в организме которые хочет получить и задавал при этом время сколько он там хочет находиться секунд минут или полчаса или час но я говорил о минутах да и он создавал себе это время но как будто заводил внутренние часы и точно сочетав меня до пяти глядя в одну точку а потом я научился понимать и всех получать рассеянным взглядом смотрите не обязательно в точку выше уровня глаз смотрите рассеянным взглядом представьте себе образный портрет желаемых изменений что вы там хотите получить сочетайте в уме до пяти войдете в это состояние автоматически на рефлексе а этот счет до пяти это якорь это ключ вошел в состояние и просто созерцай что с тобой происходит а там происходит то что ты себе заранее нагадал ну заложил но захотел чтоб какое желание исполнилось то человек садился погружался и у него там что-то происходило и он это совершал и в ровно назначенное себе время глаза у него открывались и он пробуждался из гипноза без всякого гипнотизера без всякого бехтера без никого в любое время и в любом месте когда только он это хочет и вот так получился первый этап ключа но сейчас вы возьмете оттуда кусочек и будете использовать для того чтобы писать стихи или развивать у себя творческие качества или вообще что вы хотите какие качества какие способности хотите у себя открыть вспоминаете последний сон как я сказал самом начале вспоминаете сон что вы это видели во сне и тогда вы это вспоминаете опять погружаетесь в это состояние между сном и божественным и в этом состоянии помечтаете помечтаете о желаемых переменах в себе и в своем будущем да и так она начнет происходить таким образом я вас постепенно в этом нашем бесплатном ликбезе от школы человек будущего homo futurus обучая управлять своим состоянием чтобы могли управлять своим нервным напряжением снимать стресс использовать энергию стресса перенаправлять любого направления для решения ваших волнующих проблем а я говорю это все в определенном ритме в ритме в котором иногда читают стихи погружаясь в это стихотворчество как говорил мандельштам я не увижу больше знаменитой федры в старинном многоярусном театре при свете оплывающих свечей ну да этот ритм стихосложный он же на самом деле ритм гармонизации ритм гармонизации когда вы спите погружаетесь в сновидение вы там перелистываете страницы своей жизни вы их там заново переживаете в новом другом ритме мозга на более высоких частотах перелистывая эти страницы для того чтобы отреагировать не отреагированные эмоции как говорил павлов что он эта комбинация обычных впечатлений необычных необычных отношениях да но я своими словами говорю потому что старый уже ну давайте друзья я надеюсь вы кое-что что-то уложил ловили что-то поняли что-то дополнили в своем представлении картины как устроен человек и в следующий раз мы будем говорить еще о чем-то новом итак в следующем вебинаре будет очень интересно потому что девушки будут знать как привлечь себе именно тех кто им нравится а те которые не нравится чтобы от них отходили и чтобы семья была целостная и была гармония и было здоровье и родили здоровых детей это очень сегодня нужно потому что сегодня нуждается страна чтобы люди были здоровы и психа что была здоровы и что у меня постоянно не будили когда я сплю а дожидались времени и звонили мне только после 19 часов до свидания друзья смотрите наш сайт стресс . су другой сайт хасай . ру и скоро вы интересное увидите пожалуйста желаю вам здоровья чтобы были здоровы все любили друг друга и скоро мы выпустим сведе макарову нашу национальную идею которую я написал я сейчас редактирует это будет свежая мысль в которой нуждаются не только наша страна но и все человечество до встречи друзья макарову нашу национальную идею я сказал я сейчас ехал Продолжение следует...